здравствуйте дорогие друзья с вами татьяна дугельная психолог писательница и программа начни с себя мы с вами в рамках нашей программы поднимаем огромное количество социальных тем которые очень чутко отражаются вашей жизни и вы знаете мы провели небольшое исследование и поняли что больше всего сегодня темы которые цепляют вас как наших зрителей и слушателей это темы связаны со здоровьем почему неужели настолько наше общество стало больным нет просто сегодня здоровый образ жизни проповедуется абсолютно на разных интернет-ресурсах в разных средствах массовой информации о здоровом образе жизни пишут статьи книги ведут передачи выступают тренера и вы наверняка уже запутались от этого изобилия информации мы решили кое-что сегодня также привнести в это огромное количество информации о здоровье здоровом физическом теле здоровом духе и развеять мифы по поводу того в чем может полезно быть нам медицина а где нам следует все-таки направлять свои взоры к исцелению и так тема сегодняшние наши программы медицина и исцеление что есть общего между этими понятиями что помогает нам сохранять здоровый образ жизни и может ли медицина нам помочь в исцелении болезней или она занимается чем-то другим а как не впасть все-таки в зависимость от болезни которую нам навязывает устойчиво современно наука или медицина давайте разбираться сегодня каждому из нас совершенно легко дается исследование любого слова но к сожалению не каждый из нас это делает что я имею ввиду стоит вам зайти в любой поисковик и набрать слово медицина зайти и поисследовать это слово когда мы говорим медицина способна помочь человеку способна ли спрошу у вас я сегодня медицина это действительно огромное количество разнонаправленных наук которые занимаются заболеваниями и способами не исцеление а лечение я кстати дословно иногда слово медицина переводит как лечебное искусство то есть вас лечат вам изначально приписывают статус больного заметьте не только в фильмах вы это видите но и в лечебных или медицинских учреждениях вам говорят больной зайдите больной выйдите то есть вы изначально уже человек с диагнозом раз вы человек с диагнозом то безусловно на вас будет работать эта установка вы начинаете коллекционировать свои диагнозы что всегда на руку современной медицине нет отнюдь я не против современной медицины и нам действительно нужно обращаться классической медицине татьяна бывает традиционной нетрадиционной западной или восточной кстати и мы говорим о том что медицина она нас так или иначе ведет в сторону болезни лечит или не лечит другой вопрос как лечит это третий вопрос насколько залечивает какое-то заболевание это еще целый ряд других вопросов а что же такое исцеление почему медицинские услуги не связаны с понятием исцеления а вот исцеление как раз это категория которая приписывается больше духовным учителям даже если хотите психологам которые возвращают вам целостное видение себя кстати исцеление ближе к тому понятию здоровья о котором говорит всемирная организация здравоохранения потому что именно здоровье согласно всемирной организации здравоохранения это наличие благополучия на трех а дальше они добавляют на четырех уровнях жизни человека это физическое тело психоэмоциональное состояние социальная реализация и духовное развитие и так если медицина лечит только физический симптом физического тела лечит убирает боль лечит болезнь делает нас больными то как достичь все-таки исцеление каким образом мы можем вернуть себе целостность и осознавать и принимать что в нашем здоровом теле здоровый дух вспомните этот лозунг еще советских времен когда на каждом буквально плакате это было написано что же это за такой здоровый дух а это как раз вот тот потенциал нашей целостности каждой клетки вашего тела прописана программа здоровья и она начинается из вашей энергоемкости если вы энергичны если вы динамичны вы изначально здоровы и уж ни при чем тут подавно ваша конституция ваш объем тела да да вы не ослышались но сегодня огромное количество тренеров по здоровому образу жизни утверждают что вы должны иметь определенные параметры у вас должны быть определенные объемы и вот только в этих объемах вы будете точно здоровыми не кажется ли вам что вам сейчас такими установками также приписывают диагнозы но если диагноз и доктор это совместимое понятие то тренер по здоровому образу жизни или так называемый life coach и диагноз это не одно и то же они не имеют права вам приписывать диагнозы они могут вам рекомендовать а вы можете выбирать так вот что же такое здоровый образ жизни который сегодня является чуть ли не панацеей для современного человека если он хочет прожить счастливую добротную жизнь с одной стороны ничего плохого нам говорят займись своим питанием обязательно кушай правильную здоровую еду насыщенную разными витаминами минералами омега-3 и так далее так далее другой стороны нам говорят обязательно ведя активный образ жизни ты должен двигаться вот столько-то минут в день по столько-то шагов пройти нужно сбалансировать сон нужно сбалансировать свою жизнь а дальше вы должны воспитывать у себя всевозможные привычки противостоять стрессу то есть повышать стрессоустойчивость научиться адаптироваться к кризисам в современной жизни и так далее так далее и вот это все здоровый образ жизни ничего плохого в этом безусловно нет за маленьким маленьким исключением если все то что я сейчас перечислила и еще то что не перечислила но вам это знакомо вам доставляет удовольствие если вы действительно чувствуете что выполняя эти рекомендации вы радуетесь по настоящему жизни они делаете потому что так надо то значит все хорошо и все в порядке но если вы на тренажере занимаясь или когда вы ходите на пробежку утреннюю вечернюю уж не важно вы страдаете вы чувствуете негативное состояние и вам говорит ваш тренер это нормально это саботаж это сопротивление я вам говорю это не нормально это тоже лечение но только лечение которые не химическими препаратами которые вам выписывают медицина а некими изменениями привычек приписываем вам другой доктор который сегодня стал вашим так называем лайф коучем или вашим тренером по здоровому образу жизни я вам скажу дорогие друзья что таблетки горькие не приносят результат собственно говоря и сладкие таблетки не приносят результата приносит результат ваше глубокое внутреннее состояние мотивации на какие-то изменения а какими изменениями сегодня может быть окрашен и может быть выверен ваш день это ваши цели цели которые вы перед собой поставили которым вы идете может быть сегодня вы сделаете тысячу шагов а завтра десять тысяч шагов да да я формально имею в виду буквально вы идете прямом смысле слова но вот сегодня у вас целый день прошел сидя за компьютером за вашим проектом который вы выстроили но не получилось у вас пройти десять тысяч шагов и если вы будете испытывать вину боже мой все конец света вы обязательно вот этими тяжелыми мыслями вызовите гораздо больше проблем в своем теле нежели если бы вы сказали сегодня я сидя шел к своей цели сегодня да было меньше активности да я сегодня сделал не десять тысяч шагов которые положено мне для нормы своего кровообращения и здоровья а только тысячу две три неважно но я рад этому я принимаю себя именно таким друзья мои исцеление это про принятие про принятие вашей жизни принятие информации про отказ того что вас делает несчастными однозначно когда мы говорим про исцеление мы говорим про любовь про любовь к себе прежде всего когда вы себя любите вы уж точно себя не насилуете вы уж точно к себе относитесь заботой и вы не позволяете другим давать вам те советы которых вы не просили знаете советы ведь как касторка их легче дать нежели принять и очень часто нами их дают или доктора хотя мы туда приходим за советом конкретно посоветуйте как избавиться от головной боли боли в печени зубной или например те тренера по здоровому образу жизни которые мы якобы пришли и они настойчиво нам дают советы а мы сопротивляемся сопротивляются почему потому что все советы есть внутри нас если мы доверяем себе мы начинаем исцеляться знаете очень много сегодня современных квантовых ученых в частности квантовых психологов разрабатывают и доказывают концепции что эффект плацебо имеет очень сильное воздействие на человека что это за эффект да очень простой собственно говоря вы можете съесть простую витаминку но если вы будете искренне верить что это самый лучший препарат для того чтобы постройнеть помните худеть нельзя потому что худоба это бы это богиня болезни вы съели таблетку чтобы постройнеть вы этой силой веры можете действительно запустить процессы ускоренного метаболизма или нормализации вашего метаболизма или вы верите что эта таблетка однозначно поможет вам достичь какого-то результата любого по здоровью здоровье то ли физического тела то ли психического это обязательно подействует но только нужна ваша внутренняя вера а вот как раз внутреннюю веру вам не даст медицина никакой лайф-коуч она есть внутри вас лежит она обычно на подушке виде мотивации мотивация никогда не связана с линию если вы уж слишком долго ленитесь не знаете чего хотеть чего желать вот с этим вам стоит поработать но заметьте это совершенно в другую сторону уводит ваше исследование будьте внимательны ваше физическое тело очень чутко помнит все что с ним происходило оно помнит все ваши травмы начиная от внутриутробных если вам было неудобно внутри маминого животика ваше тело привыкла сутулиться если вы травматично рождались вы получили определенные тоже телесные не только психические травмы ваше тело запоминает даже неудобную позу когда вы неудобно сидели в общественном транспорте и вам например было неприятно дышать каким-то запахом в этом же транспорте это все запечатлено в памяти вашего тела для того чтобы ваше тело действительно исцелялась ему нужно много энергии поэтому я вам рекомендую подумать о том что дает тел вашему телу энергию кому-то это прогулки на свежем воздухе кому-то занятие спортом а кому-то занятие творчеством кому-то просто некоторые минуты часы и может быть дней лени но однозначно первая и самая важная рекомендация это энергопотенциал вашего тела если вам достаточно энергии для того чтобы реализовывать свои достижения свои цели в жизни вы здоровый человек априори а вот все остальное оно вам будет как полезно так и бесполезно в зависимости от того насколько вы внутри себя действительно чувствуете себя здоровыми и целостными итак друзья мои я желаю вам целостности с вами была татьяна дугельная и программа начни с себя хотите изменить мир вокруг начните себя